В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях четверга. Первый в должности генсека НАТО и пятый визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Марк Рютте провел переговоры с президентом Зеленским в Киеве. Украина как никогда близка к НАТО, и мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего альянса. И я с нетерпением жду этого дня. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. В Киеве приветствуют это решение Пассием. Современная битва технологий меняет правила и приоритеты войны. Как украинские артиллеристы спасают технику от российских дронов? Война стала более технологичной. Мы нашли способ ответить. У нас есть ФПИ-дроны, которые сбивают ланцет. Я надеюсь, что со временем это стабилизируется. И наш ответ также станет более технологичным. С начала полномасштабного вторжения России из Донецкой области выехал каждый пятый житель. Как идет эвакуация из прифронтового Мирнограда из-за массированных обстрелов? Я вот заодно не могу понять, как тебе не жалко людей, как тебе не жалко детей, как тебе не жалко вот это все восстановлено. Пятый визит с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и первый в должности генсека НАТО. Марк Рюте в качестве главы Альянса совершил свою первую поездку в Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, среди прочего, обсудили поставки военной помощи, перспективы членства Украины в НАТО и план победы Киева. По словам Марка Рюте, поддержка Украины останется приоритетом для Альянса, а страна как никогда близка к членству в НАТО. Украина как никогда близка к НАТО и мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. И я с нетерпением жду этого дня. Господин президент, дорогой Владимир, НАТО стоит с Украины ради вашей безопасности и ради нашей безопасности. Я приехал в Украину в начале своего мандата для того, чтобы народу Украины и всем, кто наблюдает, было понятно, что НАТО вместе с Украиной. Конечно, ключевая наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной НАТО. Украинцы заслуживают этого, по нашему мнению. И сегодня мы подробно обсудили перспективы сотрудничества. Ключевые ориентиры, которые могут укрепить нас, Украину, Альянс, могут укрепить наше взаимодействие. Мы обсудили также элементы плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече уже в формате «Рамштайн». И там обсудим этот план победы. Я хочу его обсудить с нашими партнерами. И о визите нового генсека в Киев говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. В частности, с Марком Рютой обсудили защиту украинского неба. Своевременность в поддержке – это стойкость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность, наконец, должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие есть потребности. Не менее важно перед зимой сейчас ПВО для Украины. И также настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов. Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности, рядом с границами НАТО, наших соседей, есть дефицит решения о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы. В Украине также помогает спасать жизни. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили в том числе и об этом с Марком Рютой. Мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить, что нужно для результативной защиты неба. И постоянно на столе наших переговоров с партнерами вопрос приглашения для Украины в НАТО. Тема приближения членства. Четвертый день осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге. Пассие признала Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом говорится в резолюции честования 90-й годовщины Голодомора. Украине снова угрожает геноцид. Подробности у нашего корреспондента Олега Борисова. Олег, добрый вечер. Ждем детали. Анна, рад приветствовать вас и всех наших зрителей. Вы все правильно сказали. Вот буквально полчаса назад закончилась уже четвертая сессия, четвертый день сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. И именно сегодня голосовалась третья, финальная резолюция по Украине. А именно шла речь о Голодоморе, о признании геноцидом. И в свою очередь также, что немаловажно, из уст членов делегации парламентской ассамблеи Совета Европы звучало то, что Российская Федерация и сегодня продолжает геноцидальную политику по отношению к Украине, продолжая те еще сталинские нарративы и сталинские репрессии против украинского народа. В свою очередь также, если подытожить, то уже за эту неделю проголосованы три резолюции, которые очень важны для Украины. Резолюция о том, чтобы с призывом наложить санкции на российских пропагандистов и на российские государственные медиа. Следующая резолюция касательно украинских военнопленных, гражданских и детей, а именно способствовать их возвращению в Украину и находить общие механизмы благодаря международным партнерам, в том числе, ну и выше мной уже упомянутая резолюция о Голодоморе, которая также очень важна и которая показывает, что путинский режим продолжает уничтожать людей и несет опасность абсолютно для всего цивилизованного мира. Несмотря на то, что резолюции имеют рекомендационный характер, они очень важны. И об этом говорят и представители украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ну и также была возможность тут, в Кулуарах, после голосования за данные резолюции, пообщаться с нашими европейскими партнерами. В свою очередь удалось пообщаться с господином Кроусом, это член эстонской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Он озвучил, почему важно принимать эти резолюции и почему именно эта площадка, которая в свою очередь создавалась как площадка для соблюдения прав человека, очень важна сегодня и для Украины, и для мира в целом. Давайте услышим прямую речь. Украина тоже часть Европы. Совет Европы, Парламентская Ассамблея с самого начала наблюдает за агрессией России против Украины. Мы после 24 февраля 2022 года исключили Россию. Эта организация является одним из самых сильных и ясных сторонников Украины. Мы были в первых рядах формулирования многих важных принципов. Например, мы не признаем Путина законным президентом. Мы не признаем режим Путина. Кроме того, мы постоянно стараемся анализировать и формулировать юридические последствия этой агрессии. Конечно, сейчас остро стоит проблема с военнопленными, а также с гражданскими, депортированными детьми. Это одна из наших основных тем. Мы следим за этим очень внимательно. Сегодня есть жесткая резолюция, которая была принята анонимно. Ну и также сегодня удалось пообщаться с членом британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Ни для кого не секрет, что Британия является также одной из стран, которая поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации против Украины. И что немаловажно, господин Рассел акцентировал внимание на том, что вот здесь, несмотря на эту европейскую бюрократию, но то, что сейчас принимаются решения, это уже очень мощный сигнал. Это Рассел. Во-вторых, еще в запасе очень много пороха. Именно так сказал член британской делегации, говоря о том, что есть еще сценарии и есть еще возможности еще больше, как минимум на дипломатическом уровне, давить на путинский режим. Услышим. Я думаю, что глобальная поддержка Украины сильнее, чем кажется на первый взгляд. Но голос Украины и идею поддержки Украины довольно трудно услышать из-за всего остального шума, связанного с тем, что происходит на Ближнем Востоке, с выборами с США. Очень трудно сделать так, чтобы один голос был услышан, когда по всему миру происходят кризисы. Но я думаю, что основная поддержка Украины, безусловно, существует на индивидуальном уровне. Я думаю, что на политическом уровне она то возникает, то исчезает, в зависимости от давления на политиков. Ну и также здесь Парламентская Ассамблея Совета Европы еще продолжает работать, правда, уже на уровне не сессионов, а непосредственно на уровне сайд-эвентов и дебатов непосредственно в комитетах. Что немаловажно, здесь сейчас уже дорабатываются последние моменты перед созданием новых резолюций, которые будут голосоваться уже на следующей зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Пока что планов на эти резолюции не раскрывают, но, что уже публично известно, будет продолжаться работа в первую очередь по четвертому пункту формулы мира, а именно возвращение людей на территорию Украины, людей, которых Россия держит в заложниках, и детей, которых Россия депортировала из Украины на временно оккупированной территории, либо на территорию самой Российской Федерации. Я напомню, до сих пор общего механизма пока что не создано существует и действуют только единичные случаи, точечные, по возвращению украинских детей домой. Работа продолжается. Обязательно обо всем вам расскажем в эфире «Фридом». Анна, вам слово в Киев передаю. Спасибо, Олег. Это был мой коллега Олег Борисов с последними новостями из Страсбурга, где проходит осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 73 боевых столкновения произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. По его словам, были приняты решения по усилению эффективности обороны. Об этом главком сообщил в Телеграм. Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной сечеславской бригады, которая защищает Украину на этом направлении фронта. Тем временем российская армия продолжает обстрелы приграничных районов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. При этом на фронте, в частности на Покровском направлении, основные усилия захватчики сосредоточили возле Николаевки и Селидова. Также противник штурмовал в направлении Сухой Балки, Горняков, Новоторецкого и Крутого Яра. На Кураховском плацдарме российские оккупанты активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурина, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Катериновки. Российская Федерация не в состоянии сломать, соответственно, в свою пользу военную составляющую, перешла непосредственно к давлению на мирное население страны. Целью сломать дух сопротивления, соответственно, оказать военно-информационное влияние на украинское руководство на фоне многочисленных ударов по именно жилой инфраструктуре Украины. На Харьковском направлении украинские воины отбили массированный штурм захватчиков. Бойцы бригады «Буреви» и «Гвардии наступления» совместно с другими подразделениями сил обороны Украины разгромили противника. Как результат, более 50 единиц тяжелой техники россиян украинские защитники превратили в металлолом. Украинские воины успешно поразили редкую радиолокационную станцию противника «Небо-М». Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Станцию удалось уничтожить ракетами «Атакамс». Хотя, по заявлению россиян, РЛС могла обнаружить баллистические снаряды на дистанции до 600 километров и одновременно сопровождать 200 целей. Время на ее развертывание занимает 15 минут. По данным Генштаба, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа. Стоимость каждой из них более 100 миллионов долларов. То есть возможности российской стороны, соответственно, мониторить воздушное пространство снижено в разы. А это дает возможность нанесения ударов не только по Крымскому мосту, но и, соответственно, другим стратегическим целям на территории времена оккупированного украинского Крыма. Речь идет в первую очередь о военных аэродромах. Это Саки, это Бельбек, это, соответственно, Джанкойский аэродром. Ну и ключевой целью остается Крымский мост. На Торецком направлении армия РФ безуспешно пытается атаковать позиции украинских военных вблизи поселка Нью-Йорк. Силу обороны продемонстрировали, как поражают пехоты и технику российских оккупантов. Все благодаря совместным усилиям ударных БПЛА, артиллерии, танков и пехоты. Захватчики понесли тяжелые потери в личном составе и технике, сообщает украинская защита. 1150 российских солдат ликвидировали силу обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 656 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 6 российских танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 43 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также поразили 70 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи. Так считают аналитики Института изучения войны. По их данным, Украина продолжает прилагать усилия для увеличения выпуска военной техники и сохранения преимущества над Россией в сфере беспилотников. Кроме того, в Институте изучения войны подчеркнули, Российская Федерация планирует нарастить производство дронов в 10 раз, до почти полутора миллиона в этом году. Украина планирует произвести 2 миллиона БПЛА в 2024-м. Современная битва технологий меняет правила и приоритеты войны. Еще недавно артиллеристы находились в совершенно других условиях. С развитием беспилотных систем и дронов Камикадзе именно артиллерия стала на фронте целью номер один. Подробнее в нашем материале. Артиллеристов называют богами войны. Они надежное прикрытие для пехоты на поле боя. Но с началом большой войны тактики и стратегии боевых действий сильно изменились. Сейчас быть артиллеристом означает оказаться под пристальным вниманием противника. Служить в артиллерии стало намного опаснее. Но все равно круто. Война становится все более технологичной. Если раньше основную нагрузку несла на себе пехота, артиллерия по-прежнему остается основным средством поддержки пехоты. И сейчас артиллерия очень важна. Наша артиллерия немногочисленна, но за ней охотятся дроны «Ланцет», артиллерия и управляемые бомбы. Стало гораздо опаснее находиться внутри. До развития беспилотных систем эта самоходная арт-установка КРАП обладала ценным преимуществом. Мобильностью делится военность с позывным «Фокстрот». Сейчас же артиллеристам приходится передвигаться намного меньше. Раньше то, что мы самоходные, было преимуществом. В случае обстрела мы могли двигаться и вести огонь по одной и той же цели, чтобы русские смолкли. Сейчас наши передвижения ограничены присутствием дрона «Ланцет». Я считаю, что война стала более технологичной. Мы нашли способ ответить. У нас есть ФПИ-дроны. Которые сбивают «Ланцет». Я надеюсь, что со временем это стабилизируется. И наш ответ также станет более технологичным. Сейчас главное правило артиллериста – надежно замаскировать орудие. Все зависит от маскировки. Если сейчас замаскировать гаубицу – это два часа. То зимой все займет гораздо больше времени. Артиллерист с позывным «Элвис» отмечает. Работа в последнее время прибавилась. Противник не бережет ни своих людей, ни технику. Наша главная задача – контрбатарейная борьба. Противник обладает численным преимуществом в минометах, других орудиях. Мы пытаемся уменьшить это преимущество. Они бросают в нас мясо и снаряды. Их техника работает без страха. Мы прячемся. Они могут работать, например, со двора в городе Бахмут. Потом двумя ветками накрыл, например, и пошел домой отдыхать. Это неравенство нужно нейтрализовать. Сильнее всего эти парни хотят поскорее вернуться к родным. Но вопреки усталости, они готовы и дальше отражать вражеские штурмы, приближая победу Украины. Должны быть переданы Киеву в рамках чешской инициативы, уже прибыли. Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч. По его словам, украинским военным нужны прежде всего боеприпасы калибра 155 мм. Всего партнеры обещали до конца года передать 500 тысяч снарядов. Три человека погибли и четверо ранены вследствие атаки российского дрона на Черниговскую область. Беспилотник попал в автомобиль, который ввез жителям поселка Жиженый Газ. Баллоны сдетонировали, в жилых домах начался пожар. Сообщил об этом руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус. Среди погибших шестилетний ребенок, среди раненых четырехлетний мальчик и 13-летняя девочка. В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс «Патриот», который передал Бухарест. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии. Окончательное решение румынские власти одобрили в прошлом месяце. Всего союзники Киева в НАТО пообещали предоставить семь систем противовоздушной обороны. Швейцария планирует выделить 1 миллиард 700 миллионов на проекты реконструкции в Украине. Финансирование предусмотрено на ближайшие четыре года. Миллиард будет направлен на сектор самоуправления, разминирования и гуманитарную помощь. Остальные средства – на программы восстановления. Об этом договорились вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общины и территории Украины Алексей Кулеба и чрезвычайный полномочный посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман. По словам дипломата, Швейцария в течение продолжительного периода внедряет программы поддержки Украины. Это вопросы децентрализации, восстановления и подготовки к отопительному сезону. Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину незаконно депортировала больше 20 тысяч украинских детей. Существует риск депортации еще полутора миллионов маленьких украинцев с временно оккупированных Кремлем территорий. Об этом на третьем пленарном заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Как Киев возвращает незаконно депортированных Москвой детей, смотрите в нашем материале. В декабре 2023 года начала работу Международная коалиция по возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала Россия. Среди участников – представители украинской власти, стран-членов коалиций и международных организаций. Пункт 4 формулы мира имеет четкую цель. Мы должны вернуть домой каждого украденного ребенка. Никаких условий, никаких исключений, никаких отступлений. Мы должны идти до тех пор, пока все дети не вернутся домой, все до единого. Мы должны усилить давление, мы должны найти инструменты, которые действительно работают. Мы должны принести мир украинским семьям, разорванным на части российскими военными преступлениями. На заседании члены коалиции подчеркнули необходимость ужесточить давление на Россию, чтобы как можно скорее вернуть всех незаконно депортированных режимом Путина украинских детей. И обсудили итоги работы за последние полгода. Среди ключевых тем обсуждения – проекты, которые реализуют страны-члены коалиции. В частности, Нидерланды помогают создать базу ДНК для идентификации детей. США способствуют проведению исследования по незаконной депортации. Латвия организовала летние лагеря для психологической реабилитации маленьких украинцев. Эстония помогает собирать данные о депортированных детях и предлагает возможности для их реабилитации. Деятельность коалиции идет в параллели с другими инициативами. К примеру, деятельностью группы экспертов на уровне Офиса Президента, международной группы экспертов, а также, что касается возвращения детей в сотрудничестве с Катаром, также с Ватиканом, что касается помощи ЮНИСЕФа, Международного комитета Красного Креста и так далее. Сегодня мы видим, что Украина создала целую систему для того, чтобы помочь своим детям возвратиться домой. Принудительно перемещенным и депортированным детям в Российской Федерации часто меняют персональные данные, чтобы осложнить их идентификацию. Поэтому возвращение каждого ребенка – это сложная операция, поясняют эксперты. Со временем возвращать украинских детей не становится легче. И даже те усилия, которые предпринимаются через Катар, они очень фрагментарны. И как украинские дети воссоединяются со своими семьями, так и российские дети воссоединяются со своими семьями. И это, к сожалению, сдвигает фокус с противоправных действий Российской Федерации, с депортации на гуманитарные операции, что касается воссоединения семей. Нужны ли такие операции? Да, без ни единого сомнения. Но мы должны понимать, что есть такие дети, которые являются сиротами, детьми, лишенными родительской опеки. И по них очень сложно работать, потому что родители, либо же законные представители, они либо же отсутствуют, либо же они не могут поехать по каким-то своим причинам на территорию Российской Федерации. Всего Украине удалось вернуть 508 детей, из них 115 – сироты, сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба. Недавно с временно оккупированной Россией территории Херсонской области и из Крыма вернули семерых детей. Среди них трехлетняя Аня. Ее мать Марину оккупационной власти заставляли оформлять российские документы, вызывали на допросы и запрещали пользоваться соцсетями. Сейчас все вернувшиеся в безопасности и получают помощь. «Существует высокий риск депортации еще полутора миллиона детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Наших детей даже отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой. Только представьте, наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение». Помочь возвращению украинских детей можете и вы через информационную кампанию «Знаешь, скажи». Если вы живете на временно оккупированных России территориях Украины, в Российской Федерации или в Беларуси и знаете, что у ваших соседей, знакомых или в социальном учреждении живет ребенок, похищенный в Украине, сообщите нам об этом. Передать информацию можно через телеграм-канал «Я тут». QR-код и логин вы видите на экране. Или можно заполнить электронную форму по ссылке uatv.ua. Save UA Children. Мы гарантируем вашу анонимность. В Гааге продолжились слушания о нарушении России морской конвенции ООН. Это устные слушания в арбитражном трибунале в Гааге по иску Украины, сообщает «Европейская правда». Украина выступила с публичным заключительным словом. РФ будет выступать в субботу. Евросоюзы и Британия договорились о сотрудничестве. Премьер-министр Великобритании Кирс Тармер анонсировал новый старт в отношениях с ЕС на встрече с главой Европейской комиссии Урслой фон дер Ляйен. По его словам, британская общественность хочет вернуться к разумному лидерству в отношениях с ближайшими соседями, чтобы заставить Брекзит работать. В среде сфер для сотрудничества экономический рост, энергетическая безопасность и нелегальная миграция. Моё сегодняшнее послание таково. Мы возвращаем Великобританию к мировому лидерству. Я считаю, что международная система может быть лучше. Люди говорят об эпохе поляризации, безнаказанности, нестабильности и развала устава ООН. Я боюсь, что у них воцарило чувство фатализма. Итак, мы готовы действовать в духе уважения и равноправного партнерства. Я не утверждаю, что решить эти проблемы легко, но есть позитивные, практические вещи, которые мы можем сделать вместе. Это начинается с решения проблемы, нарастающей волны конфликта и предотвращения региональной войны на Ближнем Востоке. И мы работаем со всеми партнерами в этом направлении, потому что дальнейшая эскалация никому не нужна. Число жителей Донецкой области с начала полномасштабной войны уменьшилось более чем в пять раз. Тем не менее, сейчас в регионе остается около 350 тысяч человек. Массовая эвакуация продолжается активно. Регион покидают жители Покровского района, где жизнь становится невыносимой из-за постоянных российских обстрелов. Как проходит эвакуация из прифронтового Мирнограда, видела наш корреспондент Алена Грамова. Пустые улицы, разбитые здания, закрытые магазины и запах гари, оттлеющих после очередных обстрелов домов. Так выглядит сегодня Мирноград, от окраин которого бои идут уже в двух километрах. Безлюдную тишину города прерывают лишь звуки войны. Кассета. Ну, такие звуки можно услышать в Покровске, в Мирнограде. Мирноград от Покровска находится всего в паре километров. Чуть ли не каждую минуту путинские террористы уничтожают город и его инфраструктуру снарядами и бомбами. Люди, которые остаются здесь, буквально живут в укрытиях. А кто не выдерживает такой жизни, решается на эвакуацию. Нет ни воды, ни газа, ничего? Ни света, ни связи. Ну, света нет, связи нет. У нас без света, три недели мы без света. А что держала у вас еще? Да ну как, ну хочется же дома, ну у себя дома. Мы в девятиэтажки переехали в свой дом. Уже тут хотели, ну как. Ну это, ну работа, дом, ну все. Ну как, ну сейчас я, они еще держатся, я постоянно плачу. Людей из города эвакуируют и волонтеры, и полиция. В районы, которые сильно обстреливаются россиянами, заезжают только на бронированных автомобилях. Промогите, заполучу. Возьмите. Ой. Держитесь. Опа. Вот так. Оп. О, все это добро. Юлия Алексеевне 89 лет. Женщина родилась в Курской области. С семьей в Мирноград переехали в 1939 году. Пенсионерка до сих пор не может поверить в то, что Россия решилась напасть на Украину. Я вот одного не могу понять, как тебе не жалко людей, как тебе не жалко детей, как тебе не жалко вот это все восстановлено. Все так хорошо на Украине было. Я хочу умереть на украинской земле. Всю свою жизнь люди упаковали в несколько сумок, взяли все необходимое. У Лидии Федоровны багаж небольшой. Из самого ценного – украинский флаг, что стоял на подоконнике ее квартиры. Еще не покинув Мирноград, женщина уже скучает за домом. Я не хочу ничего залишать украинского. Забралась с собой. Хочется. Хочется лягти на свою подушечку, крыться своему деятельству. Эвакуация из Мирнограда уже опасна для жизни. Город обстреливается и днем, и ночью. Но волонтеры, даже приехав сюда из соседней области, готовы вывезти отсюда всех желающих. Ты с легкостью заезжаешь в Мирноград, хотя понимаешь, как это может быть. А когда ты думаешь, это, знаешь, проблема. А когда ты не думаешь, просто, знаешь, попадет, так попадет. Сначала полномасштабного вторжения России в Украину на счету волонтера около трех тысяч эвакуированных. Людей он вывозит в родной Кривой Рог, где их ждет обустроенный шелтер. Всех Олег помнит, со многими поддерживает связь. Это же каждая история. А есть люди, с которыми ты давно вывозил, но поддерживаешь отношения? Ну, есть такие мои кумовья, которые вывез ребенка на враченном и стал крестным папой. Результат очередного волонтерского рейда – 12 спасенных от войны людей. Их уже ждут в Кривом Роге. А в прифронтовом Мирнограде по-прежнему остается чуть более полутора тысяч жителей. Важные новости в телеграм-канале Freedom. Найти страницу поможет QR-код на экране. Сканируйте, переходите по ссылке и первыми узнавайте о главных новостях в Украине и мире. Ну, а в этом выпуске я ставлю точку. Итоги далее смотрите продолжит Freedom Marathon. Сакен Аймузаев. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин